Добрый вечер, спасибо за возможность. Евгений, спасибо за представление. Мы действительно в России, в мире не знаю, но в России и СНГ в количестве людей самая крупная практика в части снабжения, именно по количеству людей. И мы проповедуем такой подход, который импонирует многим заказчикам нашим. Это так называемый консалтинг 2.0. Это не просто коллеги, мои коллеги, люди, выпускники бизнес-школы и так далее, свежеиспеченные выпускники каких-то университетов. Это в большинстве своем 60-70% наших ребят – это бывшие коллеги из индустрии. Мы, я бывший руководитель по закупкам, представлю также мою коллегу, это Эльвира Тюрина. Она тоже в том числе работала в снабжении, в том числе в компаниях ТНК-БП, Газпромнефть, Шелл. Поэтому мы, надеюсь, что говорим с коллегами из функции снабжения и функции управления цепям поставок на одном языке. Ну, если закончить с рекламы, от Евгения поступил такой посыл. Вот как бы нам продвигать, нам, имеется в виду вам, коллеги, нефтесервисные компании, собственно, тема сегодняшней конференции, как продвигать свои услуги и как мейджоры, собственно, нефтяные, нефтегазовые принимают решения. Это, там, заставило меня немножко переосмыслить, да, собственно, то, чем, для того, чтобы представить то, чем мы занимаемся, да, мне немножко пришлось поставить себя на вашу роль, да, на роль, там, коммерческих представителей, там, генеральных директоров, коллег из производства, немножко, там, подвинуть мою парадигму мышления, которая, там, всю жизнь, там, складывалась, как парадигма мышления закупщиков. Во многом, и я хотел поблагодарить коллегу из Роснефти, Алексея Сергеевича, если не ошибаюсь, он эту завесу того, как думают те, кто принимает решения в мейджерах нефтегазовых, да, он, как бы, приоткрыл. И я, там, говоря о лучших практиках, предполагал, что, там, некоторые из вас могут воспринимать это, как некоторый, там, космос. Вот, я услышал как раз то, что хотел услышать, и во многом это пересекается с текущей, сегодняшней целью, темой моей презентации. Как закупщики думают? Они думают в рамках, так называемого, категорийного менеджмента, да. Категорийные стратегии, кто не слышали, коллеги, из, в своих функциях делают ваши закупщики категорийные стратегии. Поднимите руку, кто слышал, что такое закупочная категорийная стратегия. Несколько рук вижу, да. Ну, в целом, действительно, там, новая концепция и категорийный менеджмент, и категорийные стратегии – это, собственно, разбиение всех категорий закупаемых МТР работ и услуг на отдельные категории. Одной из такой категорий является закупка нефтических услуг, да, собственно, ваша категория. Важнейшая, конечно, и она, собственно, управляется также в рамках категорийного управления. Из чего состоит категорийное управление? Буду очень краток, да, с учетом времени. Она состоит из четырех блоков. Первый блок – категорийная команда, или иногда ее называют еще секторная закупочная группа. Это кросс-функциональная команда, которая состоит не только из закупщиков, а из производственников, инженеров, финансистов. Второй блок – это категорийная стратегия, собственно, документ, да, обычно формальный документ, созданный по определенной категории, будь то, не знаю, химия, будь то там оборудование какое-то, или будь то нефтесеринные услуги, по которым досконально и очень глубоко проанализированы расходы, затраты, потребность закупаемая, и создан подход или методика по закупу данного МТР или работы или услугу. Ну, если упрощать, вот те, кто из коммерческих функций, да, те, кто из отделов там продаж, они очень глубоко изучают закупщиков или своих клиентов, да, так их сегментируют, анализируют их объемы закупаемых услуг. То же самое сейчас начали делать закупщики этих же мейджоров, да, они начали анализировать вас, поставщики, да, нефтесеринных услуг в вашем случае, детально анализируют и раскладывают по полочкам, какие игроки есть на рынке, анализируют и так далее. Предквалификация и там ниже уже представлены инструменты того, как используются категорийные управления. В частности, представлен инструмент управления эффективностью деятельности, да, поставщиков, о котором как раз говорил там Алексей Сергеевич из Роснефти. Коротко о каждом, ну, не буду говорить уже о категорийной команде, как я говорил, на одном из проектов, на текущем, да, в одной нефтяной компании, они говорят, ну, зачем нам категорийная команда, есть у нас уже закупщики, да, что еще придумаете. Не так. Уже не работают обычные закупочные инструменты при закупке работ, услуг или МТР. Уже нужно вовлечение производственников или финансистов, или там логистов для того, чтобы придумать наиболее оптимальное решение для закупки данного МТР или данного МТР или работ или услуг. Для этого делается категорийная команда. Один из, собственно, столпов категорийного менеджмента и того, как мысли закупщики, это категорийное управление на основе категорийной команды. Сама категорийная стратегия. Как я и говорил, это документ, который во многом определяет то, как в вашем случае нефтесервисные услуги будут закупаться. Мы много делали категорийные стратегии для разных компаний, там уже порядка 60 или 80-90, да, за последние пару лет. И не помню, что бы мы делали для нефтесервисов. Чаще всего компании делали это сами, так как настолько критичная категория, важная. Ну, в целом, это категорийная стратегия. Если у вас будет возможность как-то ее заполучить или услышать какие-то концепции из нее выдержки, во многом определить то, как будет компания выбирать нефтесервисные услуги в вашем случае на перспективе ближайших нескольких лет. Это формальный документ, который, еще раз, определяет стратегию закупки определенных категорий. Процессы предквалификации или процессы ОЭДП, управления эффективностью деятельности, я пробегу очень быстро, коллеги. Про ОЭДП, подход к ОЭДП, управления эффективностью деятельности, то есть постановки KPI, оценка подрядчиков, да, в соответствии с установленными KPI. Уже говорил предыдущий спикер, не буду останавливаться. Еще раз, мне очень часто задают вопрос, что за процесс такой, вообще нужен ли он, что за космос. Процесс уже давным-давно как бы отработан в западных компаниях и пришедший на российский рынок. Я, откровенно говоря, удивился, когда услышал, что Роснефть его применяется, с учетом как раз 223 ФЗ, что там есть ограничения. У меня некоторые компании из телекомысля, который российского, задавали, возможно ли применять процесс ОЭДП, оценки, там, бенчмаркинга поставщиков, не ограничивает ли это конкуренцию. Вижу, что там мейджоры его применяют и очень как бы рад, там, из первых уст, как говорится, об этом был услышать. Предквалификация, она понятна, не буду сильно останавливаться. Еще один из многих инструментов снабженцев или закупщиков, или тех предприятий, которые закупают нефтесервисные, в том числе, услуги, оценка предприятий, которые участвуют в тендерах. Один из примеров, один крупный мейджор закупает много труб, нефтяной мейджор, закупает много труб и в части данного процесса на текущий момент порядка сотни или около сотни человек отправили на предприятие, производящие трубы. И там прямо находятся коллеги в постоянном режиме и делают технический аудит поставляемых труб. То есть доходит до того, что специально там десант высаживается и отслеживает качество закупаемых труб. Все, если коротко, как Евгений предложил, предлагаю тогда в рамках дискуссии ответов на вопросы, если будут детальные вопросы касательно тендерных процедур. Да, я там привлеку мою коллегу Эльвиру. Собственно, с моей стороны все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!